Дом Милый Дом Дом Милый Дом Дом Милый 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 Дом М А может и поменять деньги, что становится особенно актуально после прилета в солнечной Турции. Тогда денег не взяли с собой много, а вечером захотелось отметить ваш замечательный отдых. Где? Допустим, в хорошем досуговом центре. И вот тогда на помощь приходит Сбербанк, Россия. Как ни странно, ни парадоксально это звучит, но Россия и развивается, и учится. Причем даже не учась. Ибо вместо познавательных телепередач, мы все еще видим отвратительные телепередачи и сериалы в любое время и со всех каналов. Но только в определенное время вас ждет не реклама и не шоу. Вас ждет «Дом, милый дом», автором которого дано свыше видеть на шаг два вперед. Здесь нет ничего сверхъестественного. Здесь есть опыт работы на телевидении. В самое экономически нестабильное время опыт, в котором были и падения, и взлеты. Ну а поскольку в Магнитогорске просто невозможно быть купленным по вполне объективным показателям, ибо тот, кто мог, уже купил, и он один, можем объективно утверждать и демонстрировать позиции сильнейших. И сильнейший на сегодня на магнитогорском финансовом рынке – это Сбербанк России. Но сильнейшему сегодня необходимо быть гибче и оперативнее. И не спешите вы влазить в кредиты и в ипотеку в любом только что открытом банке. Как вы думаете, почему они все стелятся перед вами? Тут все проще. Они в большинстве хотят гарантировать себе жизнь после вступления России в ВТО, а оно не за горами. И вот тогда выживут реальные единицы, потому как придут, и желание у них есть, банки с мировым именем. И тут Сбербанк – вне политики, вне конкуренции. Ну а немного сбавив обороты, добавим. И еще для тех, кто забыл, генеральный партнер ММК – это сейчас Сбербанк России. Ну а поскольку политика этой финансовой структуры сейчас социально ориентированная, то не монополизируя ситуацию, скажем, и вашим, ну пусть ни одним из генеральных партнеров должен стать Сбербанк. Моим ведь стал, причем крупнейшим. И мой, и, надеюсь, ваш партнер сейчас стал действительно ближе и удобнее. Да о чем это мы? Да о развитии сети банкоматов. В банкоматах Сбербанка России можно осуществить ряд таких операций, как безналичная оплата услуг, мобильных телефонов, операторов федеральных сотовых связей, также оплата безналичными или наличными денежными средствами – это домашних телефонов Уралсвязинформа. Также можно пополнить карточку как наличными денежными средствами. В данном случае у нас есть такой банкомат, единственный в городе, который работает круглосуточно, где можно осуществить эти операции, то есть оплатить наличными денежными средствами какие-либо операции, в том числе и гашение кредитов Сбербанка России с помощью банковских карт Сбербанка России. Моя личная практика показала, что пластиковые деньги – вещь реально полезная. Имея пару имитентных карточек одного и того же банка, чувствуешь себя человеком вообще. Главное не держать их в одном портмоне. Но сегодня и сейчас банкомат – это не только средство выдачи денег. Не надо забывать. И о том, что россияне на 40 миллиардов рублей кредитов набрать успели. А гасить их что, через почту России? Сбербанк же мудрой рукой, раздавая в моем случае, в случае пары проверенных друзей долгосрочные ипотечные кредиты, позволяет не только гасить их безналичными переводами, но и в случае поступления НАЛа делать это через банкомат. Если я, допустим, опытный человек, завел себе одну карточку, у меня туда переводятся деньги с моего бизнеса или еще откуда-то, я просто могу со своей карточки один раз в день провести все платежи. Да. Вы можете провести все платежи, причем, если вас попросил ваш друг погасить свой кредит, по какой-либо причине он отсутствует в городе и не может этого сделать. Вы можете со своего карточного счета, либо, опять же, наличными деньгами, зная реквизиты договора судного счета и дату заключения договора, погасить его долг. Вопрос, который мучает всех и вся, телевидение мы смотрим, видим, какие ужастики нам показывают про то, как люди в Турции отдыхают, ну вот, что-то внезапно куда-то денег не хватает. Ну вот они, допустим, оформили карточку на Сбербанк России, которая принимается во всех отделениях, и их товарищ может спокойненько пополнить баланс, а они будут находиться там и получат деньги. Да. Он также может, зная номер карты, пополнить счет друга, либо наличными деньгами, либо, если это какое-либо предприятие ЧП, он может перевести с расчетного своего счета, зная реквизиты карты, на его лицевой счет карточки. Теперь самое главное для людей занятых, коим я отнесу не только работников в стиле кзота, но и вечно не успевающих ИПшников, и тех, кто в смену добывает металл, и тех, кто ночным рейсом в город прилетел, поиздержавшись в Турции или в Египте. Да и старики, наши любимые заслуженные пенсионеры, не должны теперь уже стоять в очередях, матеряя российскую действительность. Материнским, то есть добрым словом, мы обмолвимся о удобстве работы банкоматов Сбербанка России и пластиковых карт этого банка. Человек приехал с отпуска, да? Человек приехал просто в Магнитогорск. И так часто случается, что все бизнесмены рано или поздно сталкиваются с тем, что вопросов, что после 8 часов, ну, разменять наличность в долларом или там, допустим, в евро эквивалентнее, нет возможности. Это не Москва, где доллары меняются на каждом шагу. Здесь, сейчас, в Магнитогорске это возможно? Да, для Магнитогорска это уже не проблема. С помощью вот этого самого банкомата вы можете в любое время суток, в дневное, в ночное, обменять иностранную валюту или евро, или доллары на российские рубли. Надо отметить, что в наших, так называемых, кассах Сбербанка России намного снизились очереди по приему платежей. За счет чего? За счет того же, что мы устанавливаем банкоматы Сбербанка России, а также у нас в филиалах Сбербанка России есть такие, так называемые, киоски или электронные терминалы, где вы можете оплатить те же самые услуги за сотовые телефоны, мобильные, так скажем, телефоны, кредиты Сбербанка России, погасить которые можно как наличным путем, так и безналичным. Первый наш банкомат, так скажем, многофункциональный, расположен по адресу Суворова, 125. Помните, вначале мы вам дали дельный совет. Если не помните, напомним. Не монополизируя ситуацию, скажем, и вашим, и пусть одним из генеральных партнеров должен стать Сбербанк. Потому как, объективно анализируя ситуацию в развитии, скажем, готовясь в ВТО, никто так сильно свои позиции не укрепляет. И долгое время, оставаясь в тени банков крикливых и течливых, Сбербанк планомерно стабильно двигался через все экономические передряги. И он сегодня, оставаясь крупнейшим и стабильнейшим банком России, может себе позволить заботиться о всех и о каждом разумном россиянине. Ну вот, и кратко, сера таланта. Если в своем портмоне у вас есть и виза, и виза электронный мастер-карт, и цирус, и маэстро, и вы приехали в город Магнитогорск, и вам по сотовому телефону позвонили, что, ну, ребята, срочно надо как-то кредиты платить, или все-таки жене денежки перекинуть куда-нибудь на Канары, то вот, пожалуйста, используя банкомат Сбербанка России, вы можете сделать это очень даже легко. Ну, пожалуйста, полный спектр услуг, электронных услуг. Продолжение следует...